Девушки отдыхают Я хочу посмотреть на некоторые вещи по-иному Увидеть все в небесной перспективе Я хочу рассказать вам, как Бог видит вас Я хочу рассказать вам, как Бог видит вас глазами Его Сына и Иисуса Мы немного поговорим о том, о чем мы обычно не задумываемся А хорошо бы было задуматься Начну с того, что нам нужно быть уверенными в нашем положении И в том, что мы можем сделать в Боге Нужно стремиться к большему, от плоти к духу Все начинается с того, что мы осознаем, кем мы являемся во Христе Это ключевой момент И если в сердце мы обвиняем себя Тогда все наши попытки чего-то достичь не будут иметь успеха 1 Иоанна 3, 20-22 Потому что наши сердца обвиняют нас, а Божье сердце больше, чем наше Если же наши сердца не обвиняют нас, то мы получим все то, о чем мы просим Речь идет не о том, чтобы составить список всего того, что мы хотим получить Но чтобы нашей целью было стать благословением для кого-то, благословением для тела Христова Даже для тех, кто уже спасен и пришел ко Христу, как я могу быть благословением для них В какой области мне нужно измениться, чтобы было очевидно, что Христос во мне и я следую за Христом Чтобы они действительно подтверждали, что вы являетесь тем, кем вы себя позиционируете Последователем Христа Я хотел бы начать с небольшого объяснения В Ветхом Завете, я думаю, что в 25 главе книги Исход Речь идет о том, как они строили Святое Святых и Копчег Завета И в 8 стихе этой главы говорится «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них» Представьте, они строят Копчег Завета, Святое Святых, Искинию «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них» Так написано в Ветхом Завете Бог хотел быть с нами, со Своим народом Он хотел иметь святое место, где бы Он мог находиться Он всегда хотел пребывать в нас Иисусство Бога было между двумя херувимами В Ветхом Завете они всегда искали Бога и знали, что Он в Скинии между двумя херувимами Возможно, вы уже знаете, что Копчег Завета был сделан из золота Сверху были два херувима, обращенные лицами друг к другу А между их крыльями было особое место, в котором как раз пребывал Господь С этой целью они и построили это место Святое Святых И что интересно, Скиния была покрыта овечьими шкурами, которые были покрашены в красный цвет Это было закрытое помещение Также там была довольно толстая завеса Но во всей этой истории меня очень заинтересовал один момент Возможно, и вам он покажется интересным Дело в том, что в Ветхом Завете Копчег был настолько свят, так как в нем пребывал Бог Что греховному человеку или же тому, у кого было что-то нечистое, к нему нельзя было даже приближаться Если бы такой человек приблизился к Копчегу, он бы моментально умер Поэтому они и соблюдали определенные ритуалы очищения и жертвоприношения Только после этих ритуалов они могли с уверенностью войти вовнутрь Поэтому они и совершали множество жертвоприношений, прежде чем они могли пристать перед Господом Это таинство совершалось раз в год, и если Господь хотел что-то сказать, Он говорил через Моисея Это как все происходило во время Ветхого Завета, когда Господь пребывал в этом Копчеге А теперь вопрос, что бы случилось с вами, если бы вы прикоснулись к Копчегу? Оза прикоснулся к Копчегу 2 Царь 6.7 Ковчег начал соскальзывать с повозки, и Оза придержал его Написано, что Бог очень разозлился, и Оза умер прямо на месте Поэтому во времена Ветхого Завета, даже если бы вы, прикасаясь к Копчегу, имели добрые намерения Вы бы все равно умерли Потому что вы все равно не были бы достаточно святы Вы были бы грешным человеком В таком Копчеге и обитал Божий Дух Поэтому возникает вопрос, а где же обитает Божий Дух в это время? Мы знаем, что во времена Ветхого Завета Он обитал в Скинии, в Копчеге Именно там Он и пребывал Я уже читал вам из 8 главы книги Исход, где написано, что Бог хотел обитать с ними Это как было во времена Ветхого Завета Но где же сейчас обитает Дух Божий? Конечно, мы знаем, Он живет в нас Тогда следующий вопрос Если Дух Святой действительно свят и греховная плоть не может прикоснуться к Нему, то каким образом вы все еще живы? Об этом мне и хотелось бы поговорить с вами Все потому, что вы уже святы Все, к чему прикасается Бог, становится святым Я хотел бы рассмотреть этот вопрос именно с этой точки зрения Потому что мы должны понять и принять это своим разумом Эмоциями, душой и телом Мы должны согласиться, что мы стали новым творением и сейчас Божий Дух живет в нас Поэтому мы и стали святы И когда Дух сошел в вас, вы умерли Это убило греховную плоть и все греховное, что было в вас Поэтому уже нет греха Он избавил вас от греха Поэтому Дух Божий обитает в вас, так как вы уже не грешник, а святой Хочу еще кое-что посеять в ваши сердца И поговорить о праведности Христа, которая уже в вас под средством Духа Святого Все хорошее было помещено в вас уже Во времена Ветхого Завета Бог не мог находиться внутри вас из-за грешной плоти Более того, Он пребывал в определенном месте Люди даже приблизиться не могли к этому месту, чтобы предстать перед Богом Только священник мог это делать Я хотел бы немного поговорить о том, что находилось в Ковчеге Завета Мы знаем, что там было три вещи Скрижали с десятью заповедями Это первая вещь Сосуд с манной небесная еда Это вторая вещь И третья вещь Это жезл, который был у Аарона Он пустил почки, листья и расцвел Это удивительно, потому что эти три вещи пребывают внутри нас В Писании сказано, что Господь удалит каменное сердце и даст нам сердце из плоти И напишет Его закон на наших сердцах Это первая вещь Вторая, в Иоанна 6, 50 Иисус говорит, что Он хлеб жизни, который сошел с небес Иисус, это хлеб жизни, небесная манна А это вторая вещь, которая была в Ковчеге Завета, а теперь это в нас Третья вещь, подтверждение священства Аарона Господь подтверждал, что теперь Аарон будет вождем народа, первосвященников И это то, что есть и в нас В 1 Петра 2, 9 написано, что мы царственное священство Те три вещи, которые в Ветхом Завете находились внутри Ковчега, в Ирнового Завета, сейчас находятся и в нас Вас абсолютно те же вещи, которые были тогда Единственная разница в том, что сейчас Он живет в вас, и вы же можете говорить с Ним, и вы святы, так как Дух свят Конечно, если вы в это не верите, то толку для вас от этого будет мало, потому что мы живем в физическом мире И чтобы этот физический мир менялся, мы должны согласиться с тем, кем мы на самом деле являемся в Духе То есть, сынами Божьими Мы послы Христа, и теперь мы можем делать то, что Господь призвал нас сделать Это, конечно, ваше дело, верите вы в это или нет Во что человек верит, тем он и является Другими словами, если вы верите, что вы являетесь кем-то, то это действительно так Я показал вам некоторые вещи из Ветхого Завета, Скинию, Ковчег Завета, то, что находилось внутри, а теперь это в вас А теперь вопрос, откуда вы знаете, что попадаете на небо? Единственное, что может вознести нас на небо, это Божий Дух Если Дух живет в вас, то Он оживит ваши смертные дела В Ветхом Завете это был ангел Мы знаем об этом из того, что написано о богаче и бедняке Лазаре Написано, что он умер возле ворот, и ангел перенес его на лоно Авраамова В Ветхом Завете ангел должен был перенести вас к Аврааму, потому что у вас не было права на престол Поэтому вы не могли напрямую попасть на небеса, и ангел мог перенести вас в рай А Дух Божий переносит вас прямо напрямую к престолу Итак, откуда вы знаете, что попадаете на небеса? В вас Дух Божий Если вы хотите попасть на небеса, вы должны быть совершенны, безгрешны Этого требует Бог Не должно быть никакого изъяна, чтобы вы могли попасть на небеса Но что самое чудесное, несмотря на то, что у вас может быть множество проблем, вопросов и много еще чего И это свидетельствует против вас, что вы не человек Бога, потому что у вас все еще есть это все И вам нужно было бы покаяться, простить и тому подобное, чтобы наладить свои отношения с Богом Но на самом деле вы уже наладили свои отношения с Богом Поэтому Дух Божий и живет в вас Он не оставит и не покинет вас И еще один момент Если вы действительно попадете на небеса, то почему вы туда попадете? Основывается ли это на ваших действиях и поступках? Конечно нет, но только на вашей вере в Иисуса Христа Зависит ли это от того, что вы делаете или не делаете? Конечно нет, но от того, что знаете ли вы Христа? Другими словами, вы принимаете Сына, и если вы принимаете, значит вы принимаете Дух Поэтому Его Дух пребывает в вас, и вы считаетесь святыми Поэтому Павел, обращаясь в своих посланиях, обращался к святым Хочу еще раз напомнить вам, кем вы являетесь во Христе Напомнить вам о той святости, которая уже помещена внутри вас Это Дух Бога Только подумайте, во времена Ветхого Завета, когда они приносили ковчег в какое-либо место Они всегда побеждали Они знали, что Бог был с ними? В некоторых местах Библии написано, что ковчег был поставлен в присутствии других богов И Даган упал лицом вниз перед ковчегом Я всегда говорю людям, если вы будете выбирать Бога, постарайтесь выбрать самого лучшего и самого большого Этот ковчег Завета был настолько мощным, что все, что находилось рядом с ним, просто разрушалось, потому что он был свят Это то, кем вы являетесь, куда бы вы ни шли, где бы вы ни были Все из-за вашей позиции во Христе Именно поэтому вы можете оказывать влияние на все и на всех Просто поразмышляйте о том, кем вы являетесь во Христе и о том, что Христос дал вам И поработайте над своими отношениями со Христом Я пытаюсь нарисовать в вашем сознании картину, что такое Царство Небесное, пребывающее в вас Потому что Слово говорит нам, что Царство Небесное в нас пребывает В вас пребывает Божий Дух, и Он высвобождается из вас По этой причине многие из вас не видят Небесного Царства, потому что мы ищем его повсюду, но тут, то тут, то там Может, у пита найдут что-то, или у кого-то еще А зачем вы его везде ищете, взгляните в зеркало Царство Небесное внутри вас, и оно готово к действию, и все, что нужно, ваше согласие Если же вы не согласитесь, то как двое смогут идти вместе? Дух Бога живет в вас, и вы должны быть в согласии с Божьим Духом И тогда Дух и вы, и ваша Душа, и Дух станут одним целым против вашей плоти Тогда уже будет большинство против меньшинства, и ваша плоть покорится Но если ваша Душа постоянно подпитывается деликатесами мира сего и настроена на волну этого мира Постоянно питается вещами мира и его знаниями, и то ваше тело следует за этим Тогда снова получается большинство против меньшинства, а ваш Дух оказывается на скамье запасных Он-то знает, кем он является, но ему приходится сидеть и ждать, когда он в конце концов сможет приступить к работе Сказав «Вперед! Беремся за дело!» Поэтому помните, что наш плотской ум и душа, то, как мы думаем, ваш характер и так далее, это душа И ваша Душа обновляется, вы обновляетесь, ваша Душа обновляется Духом ума вашего Обновляется ход ваших мыслей, чтобы настроить вас на волну того, как думает Бог Вы должны думать так, как думает Бог Вы должны думать так, как думает Дух Потому что если вы хотите двигаться вперед в Духе, тогда вам нужно согласиться с ним И я не думаю, что Святой Дух хочет согласиться с тем, как думает ваш плотской разум Он знает, что плоть имеет ограничения, потому что мы все когда-то умрем Но это тело когда-то умрет, а вы сверхъестественное существо, вы будете жить вечно Весь вопрос только в том, где вы будете жить Все сверхъестественны Ваша жизнь поддерживается с Божьего трона Ваши идеи и ваш потенциал безграничны Вы созданы тогда, когда Христос вас создал, а не когда вы родились здесь Прямо сейчас вы находитесь на небесах Вы находитесь именно там, где находится Иисус Вы восседаете на небесах Я все время говорю, думаете, что вы попадаете на небе, когда умрете? А что если я вам скажу, что вы уже там, в Духе? Это все меняет, потому что теперь вы можете перенести небеса на землю И Иисус говорил об этом Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе Просто хочу напомнить вам, что вы сидите на небесах, и у вас ум Христов У нас есть все, ради чего Он умер У вас есть все, и ни в чем нет нужды Хочу напомнить, как вы вообще еще живы, если Дух Святой живет в вас Ведь если бы вы жили в Ветхом Завете, вы бы умерли, прикоснувшись к ковчегу Все потому, что вы были изменены, вы обновлены Новая версия, вы смотрите в зеркало, и ваши глаза обманывают вас Мир обманывает вас, вы не должны жить видимым Я не таков, вы видите меня, но я не такой Я знаю, кем я являюсь, потому что Слово ясно говорит, кто я Правильно? И это то, кем вы являетесь Готовы взяться за дело? Готовы быть тем, кем вы действительно являетесь? Нужно просто согласиться с Духом Бога, который уже живет в вас Не бойся сказать ему привет, поговорить с ним, сказать, знаешь, Святой Дух, я тут послушал, что Питт говорит, но так ли это на самом деле? Правда ли, что я свят? Ты что, действительно живешь во мне? Могу ли я действительно делать все то, что ты делаешь? Конечно, потому что это не лично ты будешь делать, а Дух будет делать через тебя Больше не я живу, но живет во мне Христос В Ветхом Завете вам нужно было быть за завесой, а сейчас вы там постоянно Вы постоянно общаетесь с Богом, не останавливаетесь Молитесь постоянно, Бог постоянно общается с нами Но все зависит от того, слушаем ли мы Его Готовы ли мы? Это вам пища для размышления Помогло ли вам это обратить внимание на то, что уже есть? Обычно никто не учит на эту тему, а почему? Почему мы так боимся говорить о том, что было вложено в нас? Ведь Иисус заплатил за это такую дорогую цену Почему же мы не хотим использовать то, что Он нам дал? Почему мы не хотим жить сверхъестественной жизнью? Ваша жизнь должна быть удивительной, просто обязана Иисус не стал бы умирать, если бы это того не стоило Но Он умер, чтобы мы могли жить именно так Не бойтесь, если это могу делать я То это может делать любой человек, находящийся во Христе Многие люди по всему миру делают тоже Помогите своему разуму думать правильно Настройте свой ум на одну волну с Божьим Словом Прогоните все, что восстает против познания Божьего И плените всякое помышление в послушании Христу Принесите это в послушание Друзья, я вас всех люблю И вы можете сами прочитать в Библии все, о чем я говорил Прочитайте Исход 25, там описано, как они строили Скинию и Ковчег Завета И о том, что там находилось Это удивительно, потому что это те же самые вещи, которые находятся внутри нас Я люблю вас Пусть в вашей жизни во Христе все будет замечательно Идите вперед и нападайте на врага Он знает, что как только вы узнаете, кем вы на самом деле являетесь Он не сможет больше вам брать Он будет обязан подчиниться, потому что он знает, кто он И вы знаете, кто он, а он знает, кто вы И как только вы узнаете, кем вы являетесь, он покорится Я люблю вас Субтитры создавал DimaTorzok